Всем привет, я Даша. И это будет такое видео-мытьём. Поэтому отдадите подальше от экрана. Слабонервные женщины детей можно тоже убирать. Это кто будет смотреть это видео? Никто. Ну ладно. Если вы видели моё видео о том, как я принимала участие Марфонина на Райма, ссылку я оставлю, разумеется, то знайте, что я написала свою книгу о блокадном Ленинграде. Называется Перо. Автор Лопатина Дарья. Да, если вы не знали, Лопатёнок – это моё ласкательное семейное прозвище, производное от фамилии. На самом деле я Лопатина. Мне подсказали сайт, где можно публиковать свою книгу, вроде как бескладно, называется Ридера. Я очень извиняюсь, если я неправильно поставила удаление. Они сами размещают вашу книгу в электронном варианте на разных площадках. Озон, Литрес на своей собственной площадке, разумеется. И если кто-то захочет иметь печатную версию, он... Ну, в общем, там функция «Печать по требованию». В электронном варианте она стоит рублей 36, по-моему, а вот в печатном почему-то 500. Хотя она тоненькая, там всего 200 страничек буквально. И почему-то там нельзя выбрать качество печати. Но по умолчанию на самой дешёвой бумаге, просто самого ужасного качества, мне кажется, лучше в домашних условиях на принтере распечатать будет уже лучше. Единственное, что там можно выбрать, это обложку мягкая или твёрдая. И если твёрдая, то какой блок, склеен или сшиты. Сначала я была так рада, вы бы меня видели. Там было столько радости, столько эмоций, когда всё это расположилось на электронных площадках. Я везде ссылки свои разместила. Даже про наклассники вспомнила, в котором я... Ну, я следую сверхусловно, и если кто-то разделяет, тоже ищет. Чтобы было проще меня найти через социальные сети, и поэтому я везде. Столько было эмоций, столько радости, столько счастья. Там каких-то даже два замечательных человека купили, я думаю, книгу в этом варианте. Спасибо вам, добрые люди. Столько там было радости. Созрела я тут напечатать свой тираж. Хотела здесь на Ютьюбе разыграть бесплатно для своих подписчиков. Ну, не только для подписчиков, а все, кто увидел видео, они могли бы выиграть. Пошла печатать. Мне сказали 200 рублей за книгу. Ну, конечно. Ну, спору нет. Чем большее количество экземпляров вы закажете, тем дешевле будет стоить один экземпляр. И, видимо, человек, который мне всё это рассказывал, он заказывал именно внушительное количество. Я хочу напечатать для начала 10 штучек. Я бы хотела в твёрдой обложке, так как мягкие я сама не очень люблю. В твёрдой обложке я тоже стала покусывать так же. Жаба в твёрдой обложке. Ладно, пусть со склеенным блоком, не сшитым. Я боюсь его жабу. Она минимум может до спорта закусать. Шесть. Шесть тысяч. Мягко подешевле. Три тысячи за 10 экземпляров. Триста рублей получается за книгу. В общем, я сейчас в ныне. Вот кому вообще нужен мой скучный, унылый, скудный, пресный опус, пусть даже на такую серьёзную тему. Кстати, вот так совпало. Я вообще не подгадывала. Правда. Но я помнила задним умом, что в январе снятие блокады было. Но я вообще подумать даже не могла, что в этом году прошло 77 лет с момента снятия этой блокады. То есть я прям вообще подгадала. Я ходила, сомневалась. Публиковаться ли мне на Ридера, или стукнуться в какое-нибудь приличное издательство, АСТ, например, или АСТ. Я прошу прощения, если я опять неправильно называю. Вообще моя мечта – это редактироваться у Елены Шубиной. Это прямо мечта, но, боюсь, неисполнимая. И когда вдруг до меня дошло, А ходила и сомневалась за это 25-26, И думаю, а ну-ка, а проверю-ка я, сколько лет прошло. И я проверила. И когда увидела, что 77, думаю, ну нафиг. Я заходила на сайт разных издательств, и они рассматривали где-то по полгода рукописи. Думаю, ааа, надо срочно, надо успевать, чтобы подгадать как раз вот к 27 января, Дню снятия блокады, будет вообще шикарно, вообще шикарно. И поэтому я пошла на Ридера. Это была ошибка. Это дико дорого, как вы уже поняли. Малейшая услуга там стоит денег, денег приличных. Мне тут предлагали еще один повод огорчиться, Принять участие в международной выставке, 22-й уже по счету. И, ну, я думаю, ну что, ну что, ну что. Там только платить тираж, место, где будет стенд стоять. Надо жаребную плату. Ну, вряд ли это там стоит гигантских денег. 15 тысяч самый дешевый тариф. То есть там есть три тарифных плана и самый дешевый 15 тысяч. Только что прошел Новый год. Надо было дарить подарки, накрывать стол. У меня накрылся медно-тазному телефон. Я заказала новый. Он стоит тоже не 5 рублей. Хотя я взяла не самый такой брендовый, попроще. Мне в следующем месяце надо делать маммографию. И еще неизвестно, что она там покажет. Потому что в том году она меня не радовала. И непонятно, то ли там осталось все, как было, хоть бы, хоть бы. То ли, вот, а если нет. Представляете, какие-то траты будут. И мне надо зубки долечить, потому что из-за пандемии все закрылось. И я как бы взяла так паузу. Мне самой было опасливо. Это точно сотку станет. Мне сейчас тратить деньги вообще не по приколу. То есть тираж я бы еще могла оплатить. Вот, да. Если бы... Ну, вот, 15 тысяч я точно нет, не потяну. Еще не будут расстроиться. И они будут все время вас занимать какими-то платными предложениями. То аудиоверсию сделать, то буктрейлер, то рекламу, то редактуру. То, в общем-то, одно, то другое будет постоянно просидеть. Ну, в принципе, я их понимаю. Нужно зарабатывать деньги. Ну, позвольте. Алиэкспресс тоже порой занимает. Увы, вот, смотрели такие-то вот товары. Может, вам понравится вот это. Но они не делают это через день. Кроме того, вы, конечно, можете там оплатить, чтобы они там в книжную палату ваши книжки несколько штучек послали. Или в книжных магазинах разместили на месяцок. Это стоит денег все. И, по сути, я тут посидела, несколько дней подумала. Где-то я уже неделю над этим размышляю. Этот сервис годится только, чтобы потешить самолюбие графомана. Причем самолюбие богатого графомана. Хорошо зарабатывающего графомана. Дочь олигарха графомана. Вот знаете, вот в этом духе. Если вы хотите все-таки распространения вашей книги приличного, и при этом не оказаться на улице, на помойке, и из-под коробки от холодильника жить, то все-таки надо в издательстве. Надо. Я вот посижу, понастраиваюсь и, может быть, тоже ступнусь. Ну, или что, что полгода. Вот знаете, я со всеми этими размышлениями хоть вообще переставай писать. Прямо хоть бросай. Хотя я без писанина не могу, но я могу на алигамент отзывы писать, например. Или вот есть одна виртуальная газетка. И кому неизвестная, я туда иногда пишу статьи на исторические темы. Я могу там свои графоманские потуги выкладывать. Такие планы были. Я хотела выпустить сборник сказок. У меня есть несколько заначек. Одну из них я, кстати, писала по тексту песни Мельница «Сонный рыцарь». В тумане сонный рыцарь Вдруг может появиться И ты его Не бойся, не зови У меня была еще одна задумка, которая меня посетила буквально на следующий день после того, как я закончила писать книгу «Облакану в Ленинграде» под названием «Первом». И эта задумка у меня все еще залили в голове. Там почки набухают, скажем так. Я планировала за нее взяться. У меня есть черновой вариант одного мистического произведения про древний гибет. Идея неплохая, кстати. Все это я хотела выплеснуть на бумагу. Дописать, доработать, создать и так далее. Но вот со всеми этими мыслями, со всеми этими тратами вот честно, хоть бери и бросай писать. Что называется «Жизнь боль, и я в ней ноль». Вообще, мне важно знать. Стали бы вы принимать участие в розыгрыше книги. Мне, в принципе, не проблема эти деньги потратить и заказать этот тираж. Напишите, приняли бы вы участие в таком розыгрыше. Желательно все-таки по стране, по России. Кто не знает, я живу в Российской Федерации. И если наберется, ну, хотя бы пять комментариев, что «да, я хочу», то я закажу в тираж и разыграю его и не только среди своих подписчиков. Вот. Спасибо, что выслушали. Мне надо было выговориться. Всем пока. И до скорых книг. Не моих, к сожалению. Вы знаете, мне даже сегодня кошмар приснился. Будто кто-то написал отзыв на Лев Либи. Вообще, поставил на книге единицу. Написал отзыв. Причем до такой степени мудреный, что я не поняла почти ничего. Там упоминалось, что в книге много философского, религиозного подтекста. Там, правда, есть. Я даже не знаю, вот плохая у меня книга или хорошая. Сама же я не могу о ней судить. Единственное, кто читал книгу, это мама. Она тоже не может судить субъективно из же ее дочи. Может, я правда фигню написала. Может, я не заслуживаю того, чтобы меня опубликовали. Цвет настроения и депрессия. Какого цвета депрессии? Хотя нет. Депрессию я знаю. Депрессия у меня была. Сейчас у меня не депрессия, сейчас у меня хандра, грусть, тоска. М-м-m... Так. Продолжение следует...